В новый Кабмин, по данным РБК, не войдет ИО-министра цифрового развития Константин Носков, которым, якобы, недовольный за плохую реализацию нацпроекта «Цифровая экономика», новый премьер назвал его одним из приоритетных. А сколько всего денег, выделенных из бюджета на нацпроекты, не освоили в прошлом году? 150 миллиардов бюджетных рублей, выделенных на нацпроекты, остались неосвоенными. Об этом говорится в отчете Минфина за прошлый год. По данным портала, электронный бюджет отставания от плана еще больше, около 190 миллиардов. Хуже всех освоили деньги на нацпроекты «Экология и цифровая экономика». За последний своего поста может лишиться исполняющей обязанности министра цифрового развития связи Константин Носков. В отчете Минфина подчеркивается, что виной всеми бюрократии и неготовность института власти. Всего на нацпроекты в 2019 году было выделено более 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Больше 90% израсходованы. Надо понимать, что на конец сентября было потрачено только чуть больше половины предусмотренных в бюджете средств. Спикер Совета Федерации Матвиенко тогда назвала это полным безобразием. К декабрю были израсходованы 73% выделенной суммы. Получается, за последние недели года было потрачено около 300 миллиардов рублей. На тот момент действующий вице-премьер Антон Силуанов заявил, что национальные проекты — это новый инструмент, и надо было приспособиться, чтобы эффективно его применять. К концу года, по оценке Силуанова, ситуация выправилась, и в целом запуск нацпроектов в прошедшем году состоялся. Лучше всего, по данным Минфина, дела обстоят в проектах «Культура и наука». Там освоено 99% выделенного бюджета. За ним идет здравоохранение с показателем в 97%. Сильнее других от планов отстают программы «Цифровая экономика» и «Экология». На них потрачены около 52 и 63% выделенных средств. Как указано в отчете, это связано с отсутствием инфраструктуры, технической составляющей и излишней бюрократии. Прежде чем потратить деньги, в течение года нужно было ввести ряд новых законов. Оставшиеся в бюджете средства переведут на следующий год, завел Антон Силуанов. Как указано в базе сервиса «Электронный бюджет» за первые две недели 2020-го, на нацпроект потратили уже около 200 миллиардов. Отставания по расходам связаны с проблемой вертикали власти. Регионам никто не объяснил, что с этими деньгами делать, говорит профессор высшей школы экономики Иван Родионов. На местах к деньгам, которые тратятся по линии инфраструктуры, относятся более, не то, что требуют, а более аккуратно. Если местная власть видит, что результаты это принесет не сейчас, а когда-то потом и такого неопределенного, то тоже такого желания большого реализовывать это нет. Любые бюджетные деньги поступают исполнителям работы где-то в октябре-ноябре, а в декабре должен быть сдан результат. Вот реализация нацпроекции на это и наткнулась. Вспомните, что по результатам первого квартала прошлого года Володин попытался там, скажем, в Думе устроить обсуждение, а где же результат? Да не могло ему быть. Деньги по нацпроектам поступили в сентябре. Так устроена у нас бюджетная система. Иван Родионов, рассказывая о своих планах на посту премьера, Михаил Мишустин назвал выполнение нацпроектов приоритетом. Поменялся не только глава правительства, но и политический курс. А это может изменить планы Мишустин, отмечает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. Прежде всего, конечно, дело в тех, кто отвечает за эту историю и кто как подходит к этому процессу. Потому что понятно, что есть вопросы, связанные с объемом задач, которые решаются в рамках какого-то нацпроекта, потому что одно дело, скажем, программа очистки рек или строительство канализации в сельской местности, где там полная катастрофа, как в случае с экологией, либо какие-то более такие спокойные мелкие вещи. Но, тем не менее, все равно принципиальный вопрос, как ответственные за то или иное направление подходят к этому решению. Потому что есть такой, знаете, традиционный советский еще принцип, если есть средства и ресурсы, надо их расходовать. Плохой начальник тот, кто имеет остатки на конец года. Вопрос, конечно, прогностический, но, тем не менее, после смены правительства. Как вы считаете, темп реализации изменится? Сейчас, конечно, все полны такого загадочного оптимизма. Все почему-то думают, что сейчас все будет совсем по-другому. Какие-то придут загадочные титаны мысли и начнут все эти нацпроекты эффективно реализовывать. У меня, конечно, несколько более аккуратное и скептическое отношение к этому. Почему? Потому что, собственно, сейчас все внимание президента будет сосредоточено на реализации политической реформы, то есть тех изменений, которые он задумал, но о которых еще до конца нам не сказал. По самому счету, задача правительства сделать так, чтобы он не отвлекался на всякую мелочевку, в том числе и на нацпроект. Константин Семенов, в начале недели в счетной палате подвели итоги реального исполнения годового плана по нацпроектам. По их данным, программа реализована в среднем на 70%. Ведомство подвергло, в частности, критике на работу над проектом «Малое и среднее предпринимательство». Все мероприятия ранее уже проводились по другим госпрограммам, не привели к росту занятости. В прошлом году количество занятых в среднем и малом бизнесе в России вообще сократилось почти на полмиллиона человек.